Девушки отдыхают Привет-привет, это Сергей Ульянов и моя вселенная. Добро пожаловать. Сегодня у нас новостной блог, обозреваем события недели. В прошлый раз эта рубрика была тестовой, в этот раз я думаю, что более понятно, как ее вести. И, честно скажу, эта неделя оказалась очень напряженной, очень насыщенной разными рабочими вопросами. И абсолютно не было времени для того, чтобы вообще что-то читать. И буквально я себя уговорил просто пролистать всю ленту для того, чтобы понять, что происходило на этой неделе. Для того, чтобы записать этот обзор я договорился, поставил себе условие, что буду каждую неделю этим заниматься. Я люблю новости, музыку и кино. И поэтому невероятно для меня важно находиться в рынке, следить, читать, изучать и делиться этим. И раз уж получилось так, что не было у меня времени для этого, я все равно нашел для того, чтобы уже записать это видео. И самыми главными новостями, о которых хочется поговорить сегодня с вами и которые хочется осветить, я сегодня вам расскажу и поделюсь, конечно же, своей обратной связью. Ну, плюс, как мы говорили, это уже повод немножечко похайповать. Новости это всегда какие-то немножечко скандалы. А мы в каждом... Я буду говорить о себе, да, у меня тоже есть такие моментики, когда хочется немножечко какую-то вот эту энергию выплеснуть. Сегодня я в музыкальной футболке. Это футболка из концерта «Монатика» в Олимпийском в Киеве. Мне она пришла вместе с пластинкой. Я заказывал себе пластинку... Как же она называется-то? Пластинка. Второй альбом «Монатика». Сейчас я за ней схожу. Кто знает песни из альбом «Монатика»? Например, «Я знаю мудрые деревья». Звучит этот альбом, называется. Я как истинный меломан все храню, все эти пленочки, все храню. Заказывал из Киева с официального сайта «Монатика». Я посмотрел фильм «Вечно танцующий человек» и заказал себе после этого фильма. Я вообще очень сильно хотел себе пластинку именно второго альбома, потому что он такой для меня очень важный, и в нем суперкрутые песни. И в подарочек, я уже не буду сейчас останавливаться на этой пластинке, на этом альбоме, в подарочек к этому альбому мне прислали эту футболочку. И я был безумно рад и благодарен. А этот значочек, этот олимпийский мишка, он напоминает мне о моем детстве. У меня в детстве таких было очень много значочков. И потом куда-то вот со всеми этими переездами, со всеми этими сменами места жительства, все где-то потерялось. И когда я этим летом проходил на фестиваль в улице Ежа, такой есть в Минске, он музыкально такой, гаражно-музыкальный фестиваль, где всякие ярмарки, и при этом музыка, фильмы, в общем, все такое. На пути ко входу там сидел дедушка, который продавал разные советские значочки. И вот этот вот значок, я себе таких две штучки купил, один подарил, один оставил себе. И мне кажется, в этом образе как-то он очень сочетается. Я для себя какую-то причинно-следственную связь придумал, почему именно значок этот. Я повесил именно на эту майку. Олимпиада, наверное, потому что, да, олимпийский, олимпиада, мишка, да, тот самый олимпийский мишка. Что-то, в общем, хотя это было все в Москве проходило, ну, в общем, какую-то я себе связь нашел, и поэтому я сегодня в этом. Да, и про скандалы. Значит, я напомню, что у меня такие очень нетоксичные новости, потому что рассказываем про разные ситуации, которые проходят, но я никого не осуждаю, потому что я нахожу несколько другие инсайты. И вот примером как раз-таки этой истории будет новость. Я думаю, что кто-то о ней уже мог слышать о том, что этот многострадальный дуэт Киркорова и Давы получил очередное обращение в суд после их появления на красной дорожке Муз-ТВ, как тут написано, россиянин, некий, некий без имени, фамилии, отчества, подал в суд на телеканал Муз-ТВ, заявил, что ему был нанесен моральный ущерб демонстрации каналам свадьбы Филиппа Киркорова и Давы, которую они продемонстрировали на красной дорожке премии Муз-ТВ в этом году. Что хочу сказать на этот счет. Также тут еще написано о том, что ИСТЕС потребовал от канала выплаты компенсации 24 миллиона себе и еще фонд государства в пользу государства еще 100 миллионов рублей. Но в этом ему было уже сразу отказано. Видимо, про 24 миллиона еще идет... Суд еще идет. Суд идет! Что хочется сказать на эту тему? Во-первых, мне очень нравится, как в этом году из премии, которая была уже пережиткой двухтысячных... Я как человек, который вырос на телеканале МТВ и всегда было какое-то у подростков была какая-то внегласная какая-то какая-то конкуренция. Скажем, про то, что те, кто смотрели МТВ, считали, что Муз-ТВ для отстой... Ну, что это отстой. И... В общем, никто никогда этот телеканал не смотрел, а вся трендовая музыка, все трендовые музыканты, все это было на МТВ, все трендовые проекты, и даже какие-то сериалы впоследствии, все это было на МТВ. Муз-ТВ никто никогда не смотрел, все считали, что там показывают Валерию, Стаса Пьеху, в общем, эстраду, а это совершенно, конечно, с протестом молодежи не коррелирует никаким образом. Хотя музыка и Валерия, и Стаса Пьехи есть великолепные песни, которые... Даже их дуэт я слышал, как он там звучит. Ты грустишь. Ху. Я грущу. Ху. Ну, что мне делать, как помочь тебе его забыть? И это время, что могли мы вместе пережить? Пусть ночь ковался. Ну, короче, не отдавай меня ему, об этом я, об этом. Я... Ну, короче, да. Видите, я даже спеть это не могу. Это так, так, так все талантливо, так все профессионально сделано, что... Как тут можно это осуждать? Это просто музыка для разных людей, MTV для одной аудитории, Мостовая для другой. Более того, стоит отметить то, что телеканал MTV в том ключе, которым он был в моем детстве, подростковом периоде, тинейджерском, тоже уже не существует. Они поменялись местами сейчас. Ну, вообще, в принципе, сейчас телеканалы это какая-то архаичная история. Мне очень, конечно, сложно понять, на чем им удается зарабатывать и удается ли на самом деле. Потому что, да, телеканал Мостовая многие там видят только в каких-то ресторанах или кафе, да, и... Поэтому, несмотря на то, что он в федеральной сетке находится на сегодняшний день, MTV ушел в коммерческую сетку, зарабатывают ли они на самом деле или нет, для меня вопрос, конечно, интересный, но это не мое абсолютно дело. Мы говорим о том, что... Так сложились обстоятельства, что телеканал MTV одно время закрылся, потом вот восстанялся как кабельный телеканал, а Муз-ТВ в таком своем ключе занял ключ... значит, стал вот единственным по большому счету музыкальным каналом федерального уровня, на котором вот проходит главная на сегодняшний день музыкальная премия. И... Есть вообще такое ощущение, что этот телеканал в принципе люди включают в Ютьюбе для того, чтобы посмотреть один раз в год эту премию. Других, конечно, случаев сложно представить, но... Если ранее это всегда было про... про какой-то очевидно покупные какие-то... И точнее, даже не то, что покупные, а больше взаимодоговорные взаимоотношения артистов с телеканалом, там вот есть у телеканала пул артистов, они постоянно получают эти премии и остальные не получают вне зависимости от того, кто сейчас фаворит, кто нет. Но... по большому счету аудиторию это и не сильно волновало. Ну, есть какой-то телеканал, который дарит своим артистам своим же собственным... своей же собственной премии ну, пожалуйста, такой взаиморасчет и как-то с каждым годом если сначала это вызывало какое-то возмущение почему кто-то там взял эту премию а сейчас он не в фаворе но... там... то впоследствии как-то все стали... ну, давай я буду за себя говорить, да, впоследствии как-то я начал вообще забывать про телеканал и какой вообще телеканал в эпоху ютуба кому вообще интересует кто какие премии кому вручил и что с этим делать, да, и кому вообще важно вообще эти премии сейчас ничего не решают и уж не знаю связано ли это как-то с увольнением Армана Давлетьярова да, я сейчас не перепутал, да, да, все правильно Арман Арман Давлетьяров он был предыдущим медиаменеджером телеканала Муз-ТВ генеральным директором и не знаю как-то связаны ли эти два момента или нет но в этом году о премии Муз-ТВ не говорит только ленивый и конечно же если говорить об уровне да медиа звучания на сегодняшний день ну только ленивый наверное не только глухой если не слышал то читал в любом случае в твиттере про вот эти все скандалы и конечно же для музыкального телеканала это супер супер я помню вспоминаю когда-то еще цитату Ивана Шаповалова про то когда группа тату провела несанкционированный митинг около Кремля они снимали свой клип на трек шоу милав покажи мне любовь собрали девочек в школьной форме которые просто должны были прогуляться по по красной площади значит это было воспринято как несанкционированный митинг такие большие группы людей нужно согласовывать с государством и по-моему штрафанули тогда Шаповалова там то ли на тысячу долларов то ли на три тысячи долларов но об этом написали вообще абсолютно все СМИ это получило огромный резонанс и тогда когда он вышел уже из-под в общем он какое-то время был находился в этом РУВД или что-то в этом роде в общем когда он туда вышел покинул стену он сказал что это был самый дешевый вообще пиар который ему удавалось получить и в данном случае хочется сказать что даже если телеканал Мостовая заплатит 24 миллиона рублей то наверное никакая еще реклама телеканала Мостовая этой премии это же огромный рекламный бюджет наверное еще ничего так не отбивалась только год ведь целый год вся страна говорит обсуждает эти скандалы обсуждает Киркорову и Даву и ну это невероятно дешевый по меркам российского шоу-бизнеса пиар ну то есть благодаря благодаря всем этим публикациям о канале знают говорят эти артисты получают огромную медиаподдержку и я уже говорил об этом в одном из предыдущих видео если на самом деле тебя что-то раздражает вот ты не хочешь не любишь что-то тебя тебе не нравится что-то то самое большое что ты можешь сделать для того чтобы как-то на самом деле повлиять на это то не говорить об этом поэтому если ты говоришь и возмущаешься если тебе не нравится там какая-то гомосексуальная подоплека в этом пиар поводе если тебе не нравится творчество если тебе не нравится вообще существование этих людей самое лучшее что ты можешь сделать это промолчать я имею ввиду не то что не сколько промолчать сколько переключиться на то что ты любишь включи музыку которая тебе нравится включи премию которую ты любишь обсуждай эту премию там не знаю премию например оскар да или грэмми обсуждай их и тогда ты не будешь обсуждать то что тебе не нравится и в тот момент когда ты перестаешь что-то обсуждать об этом перестают писать люди перестают понимать что это интересно точнее понимают что это стало неинтересно этот инфоповод перестало интересовать людей и именно в тот момент то что тебя так беспокоит перестанет существовать ну то есть условно если ты просто будешь говорить со всеми своими друзьями про премию оскар то сразу с Давы и Киркорова переключиться на премию оскар это про то как это работает ну то есть если ты напишешь 200 возмущенных комментариев то те люди которые шарят в пиаре будут понимать о том что блин людей это цепляет нужно значит побольше еще об этом рассказать побольше об этом писать вот но что касается конечно вот этой истории с увольнением Армана Довлетьярова с Муставе я посмотрел часть интервью его интервью с Аленой Блин мне было безумно конечно интересно я не знал на тот момент что Армана Довлетьярова уже нет на телеканале и конечно вот эта вот вся тональность того присоединения к критике шоу мне показалось такой весьма ревностной к какому-то успеху потому что если говорить честно то что нужно телеканалу телеканалу конечно же нужны скандалы конечно же нужны нужны эти инфоповоды и вообще вот эта критика когда человек работающий в сфере шоу-бизнеса начинает критиковать появление там скажем двух неординарных персонажей которые якобы намекают но при этом прямо не говорят на какую-то гомосексуальность и критиковать это находясь в шоу-бизнесе ну мне кажется что это я сейчас за себя буду говорить мне кажется что вот я я человек да из из шоу-бизнеса и если я сейчас буду критиковать дау и филиппа киркорова за их ориентацию какая бы она у них не была ну во-первых мне кажется что это как минимум их личное дело вот и я считаю что каждый человек вправе говорить о том что он чувствует дальше уже право другого любого другого человека на это как-то отреагировать да то есть выразить свое согласие свое несогласие да и каждый человек произнося что-то ну испытывает ответственность за то что он делает да но говорить критиковать за то что человек хочет жить свою жизнь как-то и вот по большому же счету ничего откровенно не прозвучало я вот специально перед тем как начать записывать это видео я таки посмотрел этот выход на этой красной дорожке я ни разу его не видел я ну то есть слышал миллион раз эти обсуждения от людей и какие-то статьи у меня какие-то всплывающие баннеры постоянно были на эту тему все про это говорили но сказать что я этого даже не видел это вот на эту тему как раз таки хочу сказать что если бы никто про это не писал никто не делал никаких обзоров не делал никаких разборов то я бы в принципе на эту тему ничего бы и не узнал вот я и говорю а вот когда люди пишут возмущаются критикуют я зайду да и посмотрю что там что там уже натворили и может мне даже понравится и я пойду и тоже буду ходить да а если бы я не знал то то и ничего бы и не случилось да но я сейчас говорю даже про то что считаю считаю на сегодняшний день критику ЛГБТ критику по сексуальному признаку по сексуальной ориентации не то что не современной я считаю что это ну это это крайне не поддается никакому не поддается никакой здравой логике да весь мир сейчас все тинейджеры да вне зависимости от того вышли Киркоров с Давой на красную дорожку Муставе или нет смотрят сериалы Эйфория секс-эдукейшн да и все уже давным-давно знают о том что такое что какая есть любовь насколько она нормальная ненормальная каждый сделает сам для себя этот выбор вне зависимости от того придет если еще не воспримет это скорее как в негатив чем в позитив да сделать свое мнение и вообще если говорить уж про про вообще про сам этот перформанс честно скажу вот вот я сейчас на секунду представляю что я Филипп Киркоров да на секунду я бы честно скажу я бы гордился этим настолько в гомофобной стране не побояться и сделать такой двусмысленный неоднозначный перформанс при этом собрать столько разного это в нашей гомофобной стране где все боятся что-то сказать об этом точнее не в нашей стране я в Беларуси живу а в России и гражданин Беларуси здесь как-то с этим все поспокойнее конечно да но да и в России в принципе спокойно это вот все существует в каких-то вот где-то где-то вот что-то это есть все при этом все смотрят эти сериалы все смотрят эти фильмы все уже нормально к этому относятся но где-то кто-то вот что-то что-то кому-то говорит и где-то вот в принципе принято считать что это очень страшно и тяжело и плохо и вот и вообще и детей не будет а кому в общем а почему в общем является ценностью в общем я сейчас уйду в какие-то хейтерские сейчас могу сам подхватить хейт насколько я понимаю на этой теме но мне до пизды честно я говорю что кто тут что мне будет писать что мне говорить у меня есть своя точка зрения как раз таки не боюсь ее озвучивать мне кажется что я уже говорил неоднократно в своих видосах что каждый человек который выражает агрессию к чему-либо это говорит лишь только о том что человек сам этого хочет будь это как я разговаривал про Марину Хлебникову для которой мне стало жалко доната условно я понимаю что я сам хочу себе бесплатных донатов хочу себе бесплатной любви точно так же и любой человек который критикует феминизм или ЛГБТ-сообщество или еще что-то в этом роде я на 100% судя по себе сужу по себе конечно но я понимаю что человек сам хочет все попробовать но очень сильно боится и в общем самый здоровый в этом плане комментарий это равнодушие или интерес ну такой серии посмотреть поджать и отпустить да поэтому с точки зрения конечно в общем эмоциональный пиар какой-то истории это это просто ну какой-то хочется сказать что вот вот можно да вот это вот я обращаюсь ко всем сейчас если меня смотрит кто какой-то менеджер какого-то какого-то бренда который с которым кажется что уже ничего не сделаешь да никак не восстановишь что уже устарела устарела целевая аудитория растет вместе с ней канал можно омолаживаться можно и благодаря таким информационным поводам сколько тут суд не подавай компания мустовы не разорится и более того чем больше будет таких судов тем больше будет хайпа вокруг этого бренда и больше рекламных контрактов и как раз таки больше этот канал начинают смотреть сто процентов увеличится у него аудитория мы про это поговорим в итогах года следующего посмотрим как это отразилось на популярности через следующий год следующий премиум и хочется конечно сказать о том что сменилось руководство явно не просто так про этот канал вспомнили об этой премии заговорили всерьез какие номера начали делаться ну учитывая то что не было ничего и сейчас появилось это ну это уровень и хочется конечно выразить почтение и за попытки вообще да из канала который был всегда вот про эстраду стать совместить в себе и старое поколение и новое и делать шоу и номера и привлекать такое огромное количество к себе прессы ну это заслуживает конечно уважения и сразу же вот отсюда я бы хотел перейти к премии оскар да мы поговорили да если для кого-то что-то не хотелось кому-то обсуждать мне вполне премия муставы вполне себе эта тема лгбт и вполне я ко всему отношусь очень очень толерантно каждый человек имеет право на любовь на 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 дружбу на чувства каждый человек который любит хочет пройти по улице держась держа своего любимого человеку за руку и не думая о том какое влияние мне кажется любой человек который дарит чистую искреннюю любовь имеет право да я не знаю когда думаешь об этом когда любой человек может ехать идти по улице да и поцеловать там своего любимого человека а другой человек этого сделать не может потому что это может кого-то оскорбить или это может детей там что-то там короче дети сейчас начнут целовать друг друга люди начнут целовать друг друга ёб твою мать это же пиздец какой-то мы явно если люди любят друг друга и говорят об этом это явно приведет к концу света правда это же так логично да поэтому я об этом говорить не боюсь считаю что это это честно и как раз таки тема поговорили про одну интересующую меня тему сейчас поговорим про оскар это тоже тема которая меня вполне интересует она в этом году в чем новость последних несколько лет у премии оскара не было ведущего в частности последнего ведущего не было он должен был вести премию в 19 году кевин хард его зовут этого человека в 19 году он отказался ему пришлось отказаться от того чтобы вести премию кстати я посмотрел кто такой кевин хард это актер темнокожий американский комик вот цитирую я википедию значит снявшийся в таких фильмах как очень страшное кино 3 очень страшное кино 4 думаю как мужчина полтора шпиона смотрел я очень страшное кино 3 и 4 люблю эту историю вот актер этого помню но так бы не вспомнил и конечно для него я понимаю наверняка какой бы это мог быть наверное шаг вперед продвинуться в карьере да миллиард артистов в американском шоу-бизнесе да тут вроде ты снялся там в очень страшном кино 3-4 да таких актеров наверняка очень много и тебе доверили провести премию ну это огромный конечно мог произойти скачок в карьере у человека и и тут вот что произошло да в девятнадцатом году он всплыли его гомофобные твиты на тему ЛГБТ вот сейчас это конечно я тоже хочу на эту тему поговорить потому что кто знает какие твиты мои в там через 10 лет всплывут в интернете про что что там станет какой тренд появится да я считаю я конечно не знаю там вот к сожалению все сообщения на английском языке нет словного перевода не буду я их не буду я их комментировать насколько они злые насколько они не толерантны я вот хотел бы привести в пример например в пример например шоу наша раша все прекрасно помню как там собственно поднимались юмористические темы относительно и национальных признаков и сексуальной ориентации и всего остального что там еще было ну и сексизм господи там если захотеть вот шоу наша раша и всех кто там к нему был причастен просто наверное стоит отдать должное что в России это работает только в каких-то отдельных направлениях например с ЛГБТ а вот то что касается национального каких-то расизма и всего прочего что что можно отнести тоже к определенного рода пропаганде ненависти и так далее это какая-то история которая в нашей стране точнее в России прошу прощения не не является актуальной но хотелось бы сказать о том что я считаю что шоу наша раша очень смешное и считаю что юмор когда он абсолютно очевидно не злой и добродушный имеет не то что я сам не то что он имеет право это было смешно это было весело и сейчас конечно такое шоу уже не не котировалось просто потому что тренды сейчас новая этика сейчас совсем другая и конечно хочется сказать о том что ни один человек в жизни не застрахован от того чтобы про кого-то найти какое-то говеное сообщение в сети я уж не знаю действительно ли он там так думал или это была какая-то шутка или она была в контексте или или человек прошло время человек вырос изменил свое мнение и твит не нашел не удалил пароль к аккаунту не нашел и ситуации могут быть разные да тут он он записал видеообращение извинился но все равно ничего это не помогло пришлось отказ отказаться от этой должности ведущего оскара и видимо в общем так вот такая злая злая судьба сыграла с ним роль я кстати вспоминаю у нас была подобная ситуация в Минске в 2013 году когда девушка победила в конкурсе мисс мисс Минск ну это как конкурс красоты который потом победитель едет на там следующие туры региональные там потом вплоть до мира да если получится пройти все остальные конкурсы да можно стать там мисс мира условно и вот девушка после того как победила в конкурсе мисс Минск тут же в сети вследствие есть какие-то фотографии из каких-то жарких вечеринок там в клубах там где она танцевала топлис там в баре там где какие-то в общем я не буду этого комментировать я на тот момент очень агрессивно отнесся сам я помню что я даже трек на эту тему записал осуждающий ее на самом деле слушайте ну давай давай так ну вот кто не без греха я я уверен что если ты сейчас захочешь найти какой-то компромат на меня в сети ты найдешь его я не грешен в смысле я не я не святой как раз таки и да может быть я не танцевал на барной стойке голым потому что у меня тупо нет хисик да условно нет вот этих большой груди которая которая у мужчин открытая грудь не считается нарушением этикета у женщин считается да но да у меня был там секс в клубе в туалете я не знаю да у меня был там не знаю секс в подъезде я не знаю там на лестничной клетке да у меня там был секс не знаю в тамбуре поезда меня можно было засечь где угодно у меня у меня не знаю у меня что что у меня было еще что такое публичное же да что-то более у меня по большому счету если сильно захотеть можно нагнуть за все эти в прямом переносном да за вот эти все истории точно так же можно найти какие-то там вдруг какая-то камера вдруг где-то стояла в каком-нибудь подъезде или еще что-нибудь или где-нибудь там кто-нибудь проходил мимо и на телефон заснял короче я не святой и я уверен что у каждого человека есть такая ситуация за которую ему стыдно за которую он никогда в жизни не хотел бы чтобы кто-то узнал я сейчас специально поэтому рассказываю про эту ситуацию для того чтобы сказать о том что блять я не буду никого сука критиковать потому что я не святой наверняка когда-то где-то у меня была какая-нибудь дебильная тупорылая шутка может быть про афроамериканцев про не знаю про девушек какая-нибудь обидная херня что-нибудь я тупое захерачил в 17 лет я сейчас даже не найду это но когда-нибудь когда этот видос раскрутится или что-нибудь произойдет кто-нибудь обязательно найдет какой-нибудь на меня компромат миллиард всего и все это будет ну не все может не все конечно но наверняка я я буду жалеть о чем-то что я что-то сделал и поэтому я сейчас об этом говорю что я не хочу ни о чем жалеть это было в прошлом мне очень жаль если я совершил какую-то ошибку люди меняются люди изменяют свои представления о разных вещах кто-то действительно был гомофобом я знаю таких людей которые тоже почему-то думали о том что геи и лесбиянки делают мир хуже но когда люди знакомятся общаются начинают каким-то образом коммуницировать друг с другом в мире или понимают что например его сосед или коллега по работе который с ним всю жизнь работает вместе рядом с которыми они ходят наперекор на обед обсуждают какие-то дела что он всю жизнь ему врал про своих девушек или заменял этих девушек своих парней наименование этих парней в рассказах на женский пол если каждый из нас коснется по большому счету узнает сколько огромное количество ЛГБТ персон нас окружает и просто поймет в какой-то момент что все эти люди были с ним рядом брат дядя сват как в этой песне у Валентина Стрикала с Эдиком Яриком папиным другом детства и у папиного друга детства могут быть свои секреты короче поэтому и каждый из нас конечно мог когда-то кого-то оскорбить все мы растем меняемся и на сегодняшний день очень конечно жаль очень жаль что кто-то лишается работы за свои старые высказывания да или за свои какие-то старые проступки каждый случай нуждается в индивидуальном рассмотрении да но навряд ли лишившись работы введения премии Оскар Кевин Харт действительно после этого станет лояльно относиться к геям вот после такой ситуации конечно навряд ли гей-сообщество получит к себе в ряды какого-то опинион лидера который дополнительного который скажет другим людям ну скажем в Америке с этим проблем нет да не он так другой но в целом конечно с другой стороны у Кевина Харта уже нет другого выбора он все же всегда будет лоялен потому что уже один раз попался на эту тему и теперь всю жизнь свою видимо будет говорить про то как он сожалеет но мне конечно все это не очень близко каждая ситуация заслуживает отдельного отдельного подхода да у нас такая сегодня какая-то история про ЛГБТ тему какой-то красной линии но на самом деле это я загуглил уже впоследствии я узнал просто о том что мне стало интересно почему почему не было в этом году почему перестали появляться ведущие у премии и вот наткнулся на такой вот источник кстати говоря в этой же статье в которой рассказывается про вот эти ужасные твиты прошлого также вот тут приводится в пример Джеймс Ганн режиссер фильма Страж Галактики который лишился возможности снять третью часть вот по той же причине потому что нашли его старые твиты уже про юмор как раз таки на тему афроамериканцев тут написано если я правильно понял про афроамериканцев или просто какие-то другие шутки в общем все это все это очень сложно и нет однозначного ответа как как поступить в этой истории правильно неправильно поэтому я наверное не буду давать этому оценок да тут жизнь расставит все на свои места и сразу хотя хотел продолжить тему раз уж мы говорим про про кино хотел коснуться как раз таки статистики по как коронавирус отразился у премии оскар в коронавирусную эпоху пропал ведущий а у российских кинотеатров были не сладкие времена кстати говоря хотя и получше наверное чем в Европе хотя в Европе это дело все государством поддерживалось на нашей территории в Беларуси скажем вообще был достаточно непродолжительный период когда в кинотеатр было нельзя попасть уже достаточно давно люди могут туда ходить без особенных ограничений ну только если что там была где-то рассадка через одно кресло да но в целом уж не знаю по Беларуси какая статистика но вот в России 22-й год таки начал догонять уже докризисный год получил значит в 2019-м году прибыль кинотеатров в России составила 55,4 миллиарда рублей а в 2021-м году 40,7 миллиардов рублей что в принципе мне кажется учитывая то что ограничений было достаточно много тоже неплохие цифры ну и в общем-то статья тоже про это говорит что это уровень 6-ти летней давности по заработку что в принципе наверное говорит о том что это не такие уже конечно потери но тем не менее ну и еще говорится о том что прибыль была достигнута достаточно неплохих результатов из-за того что благодаря инфляции ну из-за инфляции не благодаря а из-за инфляции увеличился чек на билет и поэтому тоже уровень доходов возрос что хочется еще сказать что что интересно можно вынести из этой статьи это то что огромное количество сопроводительных всяких материалов таких как например попкорн да там кола вот это вот все это несет это огромная большая статья прибыли кинотеатров и неспроста они такие там все дорогие вот и я один из тех людей которые сейчас на зоже и поэтому всего этого не ест но когда я это все ел у меня был лайфхак я там ходил например в торговый центр покупал себе там условно чипсы сейчас когда я на зоже я покупаю орехи да и просто кладу их себе в карман или в рюкзак и минуя все эти дороженные штуки надеюсь что когда-нибудь когда мне надеюсь мне будет не 115 лет а 34 как сейчас я смогу себе позволять покупать попкорн но я не буду хотеть покупать попкорн потому что я сладкое не ем но что-нибудь другое даже те же самые орехи смогу покупать в своем кинотеатре и не считать деньги я очень себе этого желаю и желаю всем тем более что таким образом мы поддержим кинотеатры в эпоху кризиса вот так что хочется всем пожелать больших заработков что хочется еще сказать все наверное уже в курсе про то как фильм Человек-паук побил вообще все мыслимые немыслимые рекорды я сейчас не буду конкретные цифры поднимать но это приятно приятно и хочется сказать о том что действительно эта история мне лично очень сильно откликается вообще мне конечно очень понравилось то что омоладился герой и да это и ну это уже давно произошло да это уже не первый фильм до сих пор я кайфую от этого я тоже себя всегда соотношу именно с этим Человеком-пауком несмотря на то что это не канонический Человек-паук с которым я вырос по сериалам по мультсериалу Человек-паук который я смотрел в самом детстве по НТВ это совсем другая история другая вселенная этот Человек-паук вот две предыдущих экранизации два предыдущих Человека-паука вообще абсолютно мне не нравились это был не тот Питер Паркер которого я себе представлял не тот не та Мэри Джейн не те актеры не та история и мне вообще-то все я ну в общем ну я посмотрел эти фильмы но ну блин ну короче это все было не то все не мое и все мне было настолько как-то вот претило как например вот Бэтмен вот Нолановский Бэтмен да с Кристианом Бэйлом в главной роли это вот просто стопроцентное попадание в моего вот в то каким я представляю себе Бэтмена и точно так же вот с Человеком-пауком в данном случае с вот этой трилогией которая на сегодняшний день ну это будет продолжение это будет не трилогия понятное дело вот последняя часть которая из которых была Нет пути домой господи почему мне выпало имя актера из головы я же подписан даже на него в инстаграм ну что уже все все там уже кричат фу Тома Холланд он забыл как зовут ну Зиндэю это я помню а вот Тома Холланд забыл как зовут хотя себя с ним ассоциирую честно и испытываю невероятное прям какой-то кайф когда смотрю этот фильм хоть вторая часть «Возвращение домой» мне была не очень близка, потому что он какой-то был совсем тинейджерский. Третья часть, конечно, еще благодаря своему сюжетному хуку, да, невероятная, невероятная, конечно, эта легенда, когда разные человеки-пауки из разных вселенных встретились. Но это просто, ну, вот аплодировать можно стоя, благодаря, как продюсеры, да, нашли ход для того, чтобы поднять прибыль. Ведь, если ты понимаешь, это классный сюжетный ход, да, с точки зрения драматургии. Но, если переводить это все в деньги, нужно понимать о том, что благодаря вот этому ходу те люди, которые никогда не смотрели предыдущих, предыдущие экранизации «Человека-паука», их огромное множество, ведь это фильм, который ориентирован на молодую аудиторию, которая, да, у которой и так там огромное количество фильмов, которых нужно посмотреть. И эта аудитория, в отличие от как раз-таки церемонии Муз-ТВ, да, которая, вот, аудитория росла вместе с ней сейчас, вот, и, наконец-то, им удалось, не люблю сравнивать, но здесь этот пример корректный. Здесь церемония обновилась, то как раз-таки этот фильм, в данном случае эта франшиза, помогла тоже аудитории новой, как бы, погрузиться в более ранние фильмы. Ну, а что, а что, в чем это плюс для компании-производителя? Это всегда получение прибыли, это всегда, ну, вот, за каждый просмотр, да, ты получаешь живые деньги. Ну, и, конечно же, для самих актеров, которые уже, казалось бы, да, в этой роли их история завершена, такой вот камбэк невероятный, это, ну, это прям, прям, конечно, аплодирование стоя. Я, конечно, не все, там, сюжетные арки, которые произошли в этом фильме, мне они близки, не все понятны, но, в частности, что касается вот этого, вот этого замута, это прям респект. К чему я перешел к Человеку-пауку, ну, не мог не поделиться, все-таки это один из тех фильмов, которые, в том числе, российскому кинопрокату сделал кассу, и стоит сказать о том, что благодаря этому, да, в том числе и российские кинотеатры живут. Тут же переключусь сразу на тему кино, продолжу про сериал «Утреннее шоу», «The Morning Show» с, господи, господи, с Риз Уизерспун и Дженнифер Эйнистон, продлен на третий сезон, я не знаю, мне кажется, ты можешь это узнать только из моего видео, это очень свежая новость. И я не посмотрел второй сезон до сих пор, не посмотрел, ну, нет времени, нет, нет, я записываю свои видосы, пока не получается посмотреть. Включил, я понял, что во втором сезоне история, несколько продолжение, прямое продолжение вот той истории, которая была, чем закончился первый сезон, скорее уже такая новая история, да, под эгидой прошлого, ну, скорее такая, под брендом «The Morning Show» будет рассказана новая история, я не знаю, так ли это или нет, это я понял с первых 20 минут просмотра первой серии, вот. Ну, которые меня немножечко так не цепанули, насколько я понимаю, из отзывов там дальше все будет вникаться, больше будешь вникать в суть и въезжать, ну, и сути по тому, что сериал продвинулся на третий сезон, значит, все там получилось достойно. Ну, мне остается только на это надеяться, потому что, правда, первый сезон «The Morning Show» произвел на меня колоссальное впечатление, и как раз-таки он касается темы вот этих всех спорных тем про харассмент, да, про домогательство на работе, там рассказана как раз-таки история про то, как это может выглядеть со стороны, как много разных у этого есть, да, с точки зрения восприятия, про то, как человек относится сам к ситуации харассмента, как к этому относится жертва, ну, то есть здесь в данном случае и агрессор, да, который не чувствует себя агрессором, и жертва, которая испытывает огромную массу чувств, да, и как это может отражаться на бизнесе, как это может отражаться на коллегах по работе, и как это может отражаться в целом на… ну, я иду, да, на канале, это бизнес и есть, в общем, на всем, как это может, какое-то влияние огромное внесет миру, и, да, и тут в контексте нашего, конечно, истории про комментарии вот эти вот все, это все очень взаимосвязано, и все это настолько неоднозначно, и каждый человек по-разному может относиться к одной и той же ситуации, да, для кого-то безобидная шутка, для кого-то просто секс на… в командировке, да, для кого-то это драма и травма, и все чувства имеют право на существование, все они искренние и настоящие, и если человек испытал домогательство, и потом даже в конце концов может это вообще не пережить, очень сложный, тяжелый опыт, это все очень травматично, и, пользуясь, наверное, случаем, хотел бы сказать о том, что если у кого-то есть тяжелый какой-то опыт, мы все-таки здесь специально встречаемся не для того, чтобы просто перетирать какие-то факты, и злорадствовать, или радоваться каким-то плохим вещам, хочется сказать о том, что у нас не токсичные же новости, да, я по своему опыту могу сказать о том, что если есть какая-то проблема, да, даже очень тяжелая какая-то, да, может быть, она связана и с работой, и не с работой, нужно, конечно, получать профессиональную помощь, там, психотерапевта, врача, ну, в общем, не только, не просто психолога, а врача-психотерапевта, который имеет образование, имеет большой, огромный стаж консультаций, и свои травмы еще без суда пытаться решить, вот, не то, чтобы не нужно обращаться в суд, но я имею в виду, что в том числе на территории СНГ такие случаи, которые до суда еще будет долго-долго идти, и там еще, опять-таки, повторюсь, неизвестно, там, кто на самом деле, у каждого своя правда, да, я говорю здесь про то, что если ты чувствуешь себя жертвой, и нужно идти прорабатывать эту ситуацию, я прекрасно понимаю, сам бывал в ситуациях, которые, когда ты, когда ты не понимаешь, что, что сейчас твоей неопытностью кто-то пользуется, да, когда ты не знаешь, что можно сказать нет, я уже про эту тему говорил много, есть у меня отдельное видео, про, там, где я рассказываю про то, как я не умел говорить нет, и из негативного опыта, да, там, потом находил какие-то способы, как разбираться с этой проблемой, и здесь, в данном случае, негативный опыт повлиял на то, чтобы я сформировал для себя это умение говорить нет, но это я, не каждый человек это может сделать, ну, и плюс я действительно с психотерапевтом встречаюсь еженедельно, провожу эти сессии, там, да, и прохожу терапию, и, конечно, все это разбираю, не каждый человек этим всем занимается, и кто-то носит себе эти травмы, и сейчас я могу, там, если я не могу, там, на кого-то обратиться в суд, во-первых, нет сейчас такой задачи у меня, во-вторых, я расцениваю это как какой-то опыт, который мне нужно было пройти для того, чтобы стать сегодняшним мной, счастливым, да, человеком, который готов помогать другим, в том числе, там, записывать такие видосы откровенные, да, рассказывая в них про какие-то свои ошибки, которые привели меня для того, чтобы себя осознать, принять и стать лучше в конечном счете, да, и постоянно, постоянно становиться с каждым днем еще лучше и лучше, вне зависимости от того, какие бы я ни сделал какие-то плохие поступки, какие-то, может быть, то, чем я сейчас не горжусь, главное это то, что я все это прорабатываю, и хочется сказать о том, что если у тебя была какая-то проблема своя, да, какое-то там, домогательство, недомогательство, попробую разобраться еще хотя бы на уровне своем для себя. Ай, ладно, сложная тема, наверное, буду переключаться с нее на что-то веселое и более позитивное, это, например, история про то, что собаки будут выявлять больных коронавирусом на концертах в США. Вот это для меня, конечно, тема из, прям, из будущего, да, казалось бы, как собака может учуять, но сегодняшний день уже несколько музыкантов, Eric Church, прошу прощения, если кто-то знает, кто этот человек, я кого-то оскорбил, прошу прощения, Tool, Metallica и Black Keys, Black Keys, или Keys, Black Keys, или Keys все-таки, Black Keys, мне кажется, приняли решение использовать на концертах специально обученных собак, которые будут проверять музыкантов и их команду на коронавирус, то есть это не коснется сейчас зрителей, зрителям можно расслабиться, всех пустят на концерты, ну или наоборот напрячься, пустят всех и даже тех, кто болеет и еще не знает, что болеет, или знает, что болеет, но он ковид-диссидент, да, и ему насрать, он считает, что болезней нет, таких будут пускать, а вот музыканты себя обезопасивают, 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 короче, защищают себя, свою команду и возят с собой уже в туры, в гастроли вот таких вот специально обученных собак, которые на сегодняшний день действительно, как показывает тут аналитика, да, на 98-99% действительно определяют больных коронавирусом. Хочешь верь, хочешь не верь, исследования приводить не буду, я их не проводил, но статья на достаточно авторитетном источнике интермедиа говорит о том, что действительно такая практика есть. Если она помогает и работает, я только за. Если не работает, мы об этом узнаем чуть позже, да, в любом случае звезды могут себе позволить побеспокоиться о своем здоровье, обвинять их в этом, конечно, я бы точно не стал. точно, что стал бы говорить за то, что очень рад, что мир становится безопаснее, что мы возвращаемся на концерты, в социум, все больше и больше возможностей куда-то там, да, в мои любимые фестивали посещать. Кстати говоря, в этом году фестиваль Качелла озвучил своих номинантов, господи, номинантов, участников в частности. Участников в частности. Вот какие у меня словесные обороты. В частности, Белялиш. Фестиваль Качелла проходит в Америке. Сейчас скажу, где. Я гуглил, забыл. И, конечно же, я надеюсь, что как и на Burning Man, на Качеллу я обязательно попаду. Это один из тех фестивалей, если я не ошибаюсь, которые там разбирают прямо за один день, и прямо люди записываются в лист ожидания появления этих билетов, чтобы тут же сразу их купить. Это настолько ожидаемый фестиваль, что продажи зашкаливают каждый год. Проходит он вот в городе Индио, штат Калифорния. Вот. Конечно, славится он тем своими звездными составами в этом году. Да, это Билли Айлиш. Что еще? Кто же еще тут? Гарри Стайлз, между прочим. Канни Уэст, окей. Свидишь, Хаус Мафия. Дальше много-много имен, которые мне, к сожалению, мало о чем говорят. В том числе, кстати, Стромай, который выпустил сингл на днях. Новый сингл. Трек переводится с французского языка, как «Ад». Сейчас прочитаю, как я это читаю. Я не владею французским языком. Прошу меня простить, если это будет не так. Ленфер. Сейчас я вставлю в Google Транслейтер, послушаем, как он произнесет это слово. Все запомнили, да, как я его прочитал. Я почему акцентирую на это внимание, раз уж я все это дело обозреваю. У меня в детстве была подруга Алена, фанатка группы «Рамштайн», и когда по телеку какие-то шли музыкальные обзоры, например, выходил альбом группы «Рамштайн» «Райза Райза», и ведущая, значит, говорила, значит, у «Рамштайн» вышел альбом «Райз Райз», да, и фанатов, и поклонников, и вообще просто людей, знающих немецкий язык. Это наверняка раздражало. Мне, как человеку, который немецкий язык не учил и слушал группу «Рамштайн», только на встречах посидел, как с моей подругой, конечно, это бы не резануло, да, но так как я сейчас сам медиа, да, ну я же медиа, я же присутствую в пространстве, и при этом обозреваю ролики, я должен, обязан, это моя ответственность перед зрителями, нести проверенный контент, да, и моя репутация в том числе, поэтому сейчас мы послушаем, как будет «Лефнер», «Ленфер», 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 «Ну, я сказал «Ленфер», а тут правильно, «Ленфер», «Ленфер», «Так вот», «Ленфер», «Истромая» выпустил сингл, «Ленфер», «Ленфер», «Да, еще раз», «Еще раз давайте», «Ленфер», «Ленфер», который переводится как «Ад», «Да», «И кто бы мог подумать вообще», «Это, кстати, второй сингл, я первый не слышал, к сожалению, пропустил, но сейчас очень хочу, послушал этот трек «Ленфер», перед тем, как записать этот видос, невероятно крутой трек, мне не все, то, что выходит, «Стромая» заходит, но невероятно классная песня, обязательно буду слушать, это второй сингл из альбома, который выйдет уже 4 марта, называется альбом «Multitude», почему-то кажется, что на английском языке, «Multitude», вообще она на английском языке считается, если на русском, если на французском языке такое слово есть, мы сейчас узнаем, «Multitude». Ну, есть, да. И как же переводится оно, «множество». Давайте еще раз послушаем. «Multitude». «Multitude» — это альбом «Стромая», который выйдет 4 марта. И он, кстати, тоже будет на качеле. Я, кстати, хотел сказать про «Стромая», то, что первый раз я его песню услышал, и, как сейчас помню, мы сидели на патриарших прудах, с моим другом Русланом и его подругой, которая только-только приехала из Парижа. А может быть, не из Парижа. Я сейчас могу соврать. Откуда-то она приехала. И мы встречались с этой подругой его, и она нам включала с телефона трек «Al'or and Dance». «Al'or and Dance». И говорила о том, что этот трек сейчас во всех клубах, там, где вот она отдыхала, просто разрывает все там клубы. и скоро придет и в Россию. И, ну, и буквально не проходит. Это уже тогда, когда интернет... Какого года трек «Al'or and Dance»? Сейчас. «Тэнкстромая». «Al'or and Dance». Окей. Трек «11 лет назад» получается 2000... Господи. 10. Ну да, интернет был. Интернет был достаточно... В общем, это было то время, когда потихонечку, благодаря интернету, треки начали появляться в клубах, в клубной культуре намного быстрее, чем ранее, да. Раньше это какие-то были целые там полугодия, когда какой-то популярный трек, вот, у него уже начинается голос садится, немножечко разговорный жанр требует, да, определенных своих каких-то форматов подготовки, да. В общем, я к чему это говорю, что включалась в телефоны и действительно через буквально пару недель трек, там, неделю, пару недель, уже точно не помню, возглавил все чарты, и он, когда я его слушал первый раз, он мне показался достаточно странным, но таким притягательным, вот этот вот «Ту-ту-ру-ту-ту-ту-ру». Да, оно вот прям, да, вот как-то «Ту-ру-ту-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру». Да, вот оно вот где-то на подкорке вот как какие-то цепляет твои струны, вот эта формула хита, никто не понимает, как это работает, но, в общем, невероятно круто, и я честно хочу сказать, что никогда бы не ожидал, что из этого артиста, который сделал вот этот трек «Алло он данс», что-то будет серьезное, вот тот уровень, который он впоследствии, да, это же настоящая музыка, настоящий музыка, ну, это музыка, это настоящее искусство, его произведение, да, его музыка, это настоящее произведение искусства и его произведение, да. Поэтому безумно радуюсь, конечно, когда слышу это имя, и вот сейчас с большим воодушевлением ознакомился с этим синглом, и для меня это, я с удовольствием послушай этот альбом, и вот на качеле наверняка этот альбом прозвучит, и я надеюсь, что когда-нибудь я попаду на этот фестиваль, сделаю оттуда для тебя репортаж, вот, и, кстати говоря, там будет белорусская группа «Молчат дома» или «Молчат дома», я всегда называл эту группу «Молчат дома», охуенно, охуительно белорусы на качеле, блядь, а все там, да, когда-то говорили в Беларуси, что вот у нас внутренний рынок, как интернет меняет жизни, как интернет меняет, стало, стало возможно попасть на качелу белорусской группе, и, кстати, говорит, написано, что станет первым русскоязычным коллективом в истории фестиваля. Unbelievable просто, ну, все же знают группу «Молчат дома», да, я узнал ее из ТикТока, миллион было классных, креативных, творческих видосов, под эту музыку, и я почему-то был уверен, что это какой-то трек из прошлого, который был найден, как из серии «Как на заре», да, группа «Альянс», но оказалось, что это группа, которая просто в таком стиле работает, и вот эти два трека «Клетка» и «Судно», «Эмалированное судно», невероятные просто, невероятные музыкальные треки, и надеюсь, что я не только как участник, вот сейчас я прочитал про то, что белорусская группа попала на фестиваль, надеюсь, что я не только как зритель окажусь на этом фестивале, но и как исполнитель, очень на это надеюсь, я хочу заметить, они исполняют на русском языке музыку, да, и, кстати, пройдет фестиваль в 5, в апреле, да, с 15 по 17 апреля, смотрел цены, там начинаются они от 500 долларов, ну, для Америки, я думаю, что это ничего особенного, надеюсь, попаду туда, и на Burning Man обязательно тоже, и очень надеюсь, что и выступлю теперь тоже, может быть, и не только на русском языке, у меня есть песни на белорусском, на английском, и я планирую записывать много, много чего нового на этих языках, на разных, может быть, даже на украинском захочу что-то записать, но я, к сожалению, не говорю на этом языке, но мне он очень нравится. Так, ну, пока ограничусь этими двумя, поэтому следим за какими, за развитием событий, чем это важно, потому что сейчас весь рынок музыки, фестивалей, особенно в регионах Европы, Америки, был закрыт, да, и благодаря тому, что сейчас, видимо, снижается все-таки, да, тренд на то, что все снижается, уровень небезопасности на массовых мероприятиях, это, конечно, радует, и это говорит о том, что мы все скоро будем здоровы и не будем так переживать за наши жизни, и сможем ходить без масок этих дурацких, хотя я их уже полюбил, но все равно дышать мне, правда, тяжело. На этой невероятной ноте я не закончу, хочу сказать только еще о том, что нужно немножечко это похлеповать, поэтому в самом конце я обозрю то, что Моргенштерн запустит свое самое прогрессивное и свободное СМИ в интернете, и мне понравилась доля юмора, в которой была эта новость преподносится, значит, о том, что... так как сейчас, сейчас я вот цитирую, да, так как Моргенштерн чуть ли не иностранный агент и враг нации, мы решили никак с ним не ассоциироваться, поэтому с гордостью представляем вам СМИ, не Моргенштерн, да, и это... обожаю самоиронию, обожаю крутой юмор, вообще абсолютно равнодушен к музыке Моргенштерна, равнодушен, потому что мало слушал, честно, вот этот трек с Клауей Кокой, я обожаю просто, мне пох, охерительная. Какой мне трек еще нравится Моргенштерна? Я когда-нибудь уйду, блин, ну, я как сейчас помню, я отдавал велосипед, я летом катался на велосипеде, отдавал в прокат велосипед, проходил по улице Октябрьской в нашей Минске, где наша тусовочная такая история, да, происходит, и из машины с какой-то тачки играл этот, я шел пешком, я такой был уставший, но такой счастливый, смотрел на небо, после этой поездки на велосипеде шел и играл этот трек, я когда-нибудь уйду, и я тут же его залил себе в плеер, потому что в нем есть какая-то душа, и смысл есть классный. Я уже не знаю, я не слушал все песни, поэтому, как говорится, не слушал, осуждая вот этого, от меня не дождешься ты, но то, что это правда смешная новость и классная возможность, кстати, здесь набирают авторов мемов, журналистов, инсайдеров, может быть, я там найду себе место, но я надеюсь, что когда-нибудь я тоже буду набирать себе ведущих новых рубрик для своего YouTube-канала, и тоже буду давать возможность присылать свои резюме для моего канала, и мы будем набирать уже свою, у меня уже, по сути, уже свое медиа есть, и ты сейчас его смотришь, на нем находишься. Поэтому, да, Морген Шторпенска набирает себя, если ты хочешь попробовать найти себя, ты пишешь, журналист, и вот у тебя есть такая возможность поработать с Моргеном, да, и не могу все-таки, хотел закругляться, не могу не сказать про последнюю новость, про... подожди, подожди секундочку, ну очень крутая новость, все-таки, не хочу, чтобы ты ее не услышал, очень забавная и связана она с технологиями, не про музыку и не про кино, оно касается тоже темы новой этики, и как современное поколение начинает с этим разбираться для того, чтобы никого не травмировать, никого не обидеть, никого не оскорбить, и никого, да, остаться, чтобы не пришлось потом забирать свою кандидатуру из, получается, да, из премии Оскар. В общем, началась разработка чат-ботов, я пока рассказываю по памяти, сейчас мы это сравним с тем, что я рассказываю, в общем, программисты начали создавать чат-ботов девушек, которым они грубят, и они могут их оскорблять, могут их, да, господи, ну где это, ну что происходит, я хочу прочитать, чтобы это было круто и весело, и из первоисточника. Ладно. Программисты начали создавать чат-ботов девушек, которым они могут грубить, отправлять всякие неприятные слова, оскорблять их, ввести с ними беседы, и таким образом снимать свое эмоциональное напряжение, при этом никого не травмируя, никакого живого человека, не грубя никакой настоящей девушки, и при этом спасая, да, свою репутацию, в будущем свой психоэмоциональный фон, это как многие там, да, в этих фоц, в каких-то геймдеве, да, господи, не в геймдеве, когда ты играешь в какой-то шутер, там, стреляешь в зомби, ты снимаешь стресс, или как, например, когда я был в подросток, слушал группу Тату, я кричал, да, и всю свою агрессию, всю свою, весь свой стресс вымещал, через крик вот этих вот двух девочек, да, кричал, нас не догонят, кричал, двести повстречные, кричал, кричал, да, и свою злость вымещал каким образом, да, мирным путем, то есть свои эмоции все равно позволял им, позволял им прозвучать, и как, ну, вывод нереальный, мы теперь получаем возможность жить, какие-то находим выходы, инсайды, как жить во время новой этики, это нереально, это круто, и это позитивная новость, которую хочется закончить, выпуск получился достаточно долгим, надеюсь, тебе было интересно, если тебя интересуют какие-то аспекты, я думаю, что технологии мы тоже коснемся, потому что это тот сегмент, за которым я слежу, и тот, который касается каждого человека на земле, потому что это наше будущее, и это невероятно интересно, и помимо музыки, я же маркетолог, да, и это то, что хочется тоже, о чем хочется поговорить. Обнимаю тебя, желаю счастья, если ты еще не подписан или не подписан на мой канал, подписывайся, я постоянно снимаю что-то новое, эти новости, ну, давай честно, давай честно, ну, ты навряд ли бы где-то об этом услышал, о том, что я сейчас тебе рассказал, а еще навряд ли бы сделал бы сам какие выводы, о которых я сегодня с тобой поделился, так что будет справедливо сказать, что этот контент уникальный, и не какая-то херь собачья, мы действительно здесь приходим к каким-то инсайтам, выводам, которые позволяют делать наше будущее лучше, и позволяют нам разобраться со своими цараканами, я был максимально искренен с тобой, даже более чем, все равно залью это видео, не буду, я не буду, я, конечно, мне сейчас цикотно, конечно, рассказывать там про свои какие-то там, да, про свои какие-то там вещи, которые личные, лично меня касаются, но я все равно про это скажу, все равно это все выложу, потому что я человек, который признает то, что совершал ошибки, признает то, что имеет право на личное пространство, признает право на свою, неприкосновенность своей личной жизни, и я считаю, что весь опыт, который происходил в будущем, в прошлом, ведет меня к счастливому будущему, и это очень важно, и поэтому мы здесь будем встречаться, разговаривать на эти и другие разные личные и общественные темы, находить какие-то решения, выводы, и, ну, да, это прям такая социалочка, это обучалка, и полезный контент, вот это прям так полезный контент, и мне не стыдно, это не было-было-было, какое-то пустое, так что я горжусь тем, что я записал это видео, блядь, уже пятый час утра, 4.55, я как-то хочу еще и поспать, в общем-то, и в 10 утра мне вставать, ну, тем лучше, это был великолепный, великолепный вечер, который мы провели с тобой, у меня сейчас вечер, уже почти утро, а у тебя твое время, и мы классно проводим время на связи, и до следующих новостных выпусков, пока. Субтитры сделал DimaTorzok